Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели, в эфире передачи «Якутск. Сегодня». У микрофона редактор Мария Ким, со мной мои коллеги Михаил Эверстов и Мария Сунхалырова. В Ангинском улусе в стенах Чапчелганской средней школы уже много лет ребят обучают кузнечному делу. Одной из важных составляющих кузнечного дела в школе является его образовательный аспект. Ученики, занимающиеся кузнечным делом, учатся работать с металлом, изготавливать различные изделия, развивают техническое мышление и творческий потенциал. Кроме того, кузнечное дело способствует развитию усидчивости, терпения и ответственности учащихся. Кузнечное дело — это древнее ремесло, которое имеет глубокие корни в истории человечества. Знакомство учеников с этим ремеслом позволяет им погрузиться в историю и культуру своего народа, понять ценность труда и ремесленничества. Разрешите представить моих сегодняшних гостей. Оксана Дмитриевна Емельянова, директор Чапчелганской средней общеобразовательной школы имени Филиппа Лобанова Ангинского улуса. Алексеев Роман Александрович, руководитель общественного объединения кузнецов Ангинского улуса. Игнатий Александрович Устинов, народный умелец. Амма Улугун Уран Уга, отличник образования Республики Саха-Якутия. Учитель, мастер Чапчелганской средней общеобразовательной школы имени Филиппа Лобанова. И Чириков Антон, учащийся девятого класса Чапчелганской средней общеобразовательной школы. Президент школы, призер улусных и республиканских олимпиад по технологии и научно-практических конференций по кузнечному делу. Участник Республиканской выставки кузнецов. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос к Оксане Дмитриевне, как директору школы. Расскажите, пожалуйста, когда... Об обучении кузнечному делу ваших учеников. Добрый день. Надо сказать, что сразу оговорюсь, что наша школа малокомплектная. Там обучаются на сегодня всего 92 ребенка. Кузнечное дело у нас введено с 2004, если не ошибаюсь, потому что у нас кузница практически работает с 2004 года. Разработана программа обучения к кузнечному делу. Разработчик у нас Игнат Александрович. Дети учатся с 5 класса по 11. На сегодня обучается 33 мальчика данному ремеслу. Это практически, да, такая львиная, да? Да, ну, ежегодно, да, получают знания. И по окончанию школы они вместе с аттестатом получают свидетельство. Свидетельство об обучении получают профобразование кузнец 2-го разряда. Ну, наши мальчики, как вы сказали, участники выставок. Им очень нравится. Охотно очень ходят на занятия. Это у нас не дополнительный урок. Это практический урок. Это программа лицензирована на уровне министерства. Имеется лицензия. И вот вопрос к Игнатию Александровичу. По каким критериям вы выбираете или прям принимаете всех желающих? Ну, сейчас у нас программа работает как образовательная, поэтому с 5-го класса по 11-й класса мальчики все ходят. Конечно, там бывают дети, которые не очень интересуются. Или металлообработки. Там некоторые приемы очень трудоемкие. Да, конечно. И они физически не могут. Там им подбираем материал попроще. Там приемы обработки металла тоже подбираем чуть... Индивидуально подходит. Это подход индивидуальный. Ребята, и они свои проекты, работы делают на свое усмотрение. То есть вы им даете... Материалы разные. Изделия разные. Кто-то может сделать из латуни. Кто-то из железа может сделать. Вот так. Выбор дается. На выбор. Ну и сразу же к Антону вопросу. Расскажи, пожалуйста, вот этих вот... Начнем, пожалуйста, с гвоздодера. Гвоздодера делается не так уж и тяжело, так как там самые обычные дары. Это Игнат Александрович учил нас с разным видом ударов. Обработки металла, особенно его стихотворение, которого он учил с пятого класса. Это... Игнат Александрович. Вот изделие... Ну, самое сложное из этих изделий, что более изготовлены? Думаю, вот такие украшения. Типа вот и подковы, и... Особенно ножницы, думаю. Ну, хотя ножницы я не изготавливал вообще. А вот эти вот ножницы, Игнат Александрович... Это ножницы. Это ножницы мы сделали вот... Мы летом два раза выплавляли амгинское железо. Из амгинского железо, содержащего камня. И в раскопках нашли в амгинском улусе, в местности Сырдык, в раскопках нашли ножницы. Эти ножницы, оказывается, 11 века и сделаны. Это промежуток времени принадлежит вот такой... Такого отрезка времени, кулун-атарская культура, разбитие человечества. Тогда у них было вот ножницы. Пользовались? Это вот практически тогда уже, да? И вот мне дали задание возродить эти ножницы размер в размер. И вот вид тоже, и что форма, все было точности. По размеру. Копия. Копия. Это восстановлено. Возрождение. Ну, один в один. Один в один. Кулун-атарская культура. Это же Ултерман Александрович. Добрый день. Эти ножницы были найдены во время экспедиции, по-моему, от 1972 года нашими археологами. И вместе с ними нашли там оглиненные горшки, серьги с бусами, да? Кулун-атарской культуры. И благодаря радиогульродным анализам там выявили, ну, определили дату, да? Угу. Вот. А недавно в марте месяце у нас конференция была. Там Арзалия Бравина нам объявила, что датировка вот этих ножниц 1118 года. То есть, ну, можно сказать, что в то время наши предки уже умели пользоваться ножницами, и у них была развита культура. Культура именно вот придания формы, фигуры, там волосы стригли, да, и шелк был. Эти ножницы очень похожи на китайские ножницы, да, которые резали шелка. А шелка-то у нас не было в Якутии, и отсюда мы подумаем, что наши предки уже в те годы, в те времена уже ездили туда, в Китай за шелком, и о торговом отношении имели с Китаем по шелковому пути. Это вот 1100. И вот именно вот эти ножницы наш Игнатий Александрович уже обосстановил как репродукс. И летом этого года во время Сэхолонка специально включили в программу конкурсов по изготовлению вот таких ножниц. И кузнецы будут соревноваться именно, ну, один этап такой есть у нас. Ну, кузнецы, а сами у себя изготавливают, и уже по художественному оформлению, по режиссу, там, характеристикам будут соревноваться. Ну, основной уклон именно по положению указали на акулно-натарской ножницей. И обязательно есть местные руды. Должны быть из местной руды. Ну, это основные условия. Где живет кузнец, там, где выплавил железо. И вот из железа, из железа, из того же делает. Например, мы делаем из ангельского железа. Вилюйский будут из вилюйского железа, намский из намского. И будет конкурс этих ножниц. Ну, помимо этого и ножей, и батыя будет. Хомусы. И хомусы тоже из местного железа. А требования уже все вы им всем направили? Да, все. Положение уже подписано. И направлено по всем лусам. Сейчас акузнецы в полной силы, наверное, уже работают. Кто-то планирует там выплавку. Именно. Ну, а такие конкурсы делаются для того, чтобы возродить и опередать уже подрастающим поколениям. Вот наши народные. Ну, а надо сказать, что наши предки умели обуплавлять железо и из них делать различные вот такие изделия. Ну, вот назревает вопрос, а где оригинал? Оригинал хранится в музее Сауфу. Там экспозиция стоит. Ну, это можно увидеть там. Там оригинал уже стоит. Все желающие могут пойти туда и посмотреть. Ага. А вот насколько трудно было все-таки? Вы, наверное... Конечно. Это очень трудоемкое, это изделие. Вот ножницы именно. Ага. Потом железо-то есть руды. Его надо ковать, там... Довести до нужной этой... Константинции. Ага. Ставим. Чтобы он был крепким, копким. Очень долго куешь. Ага. Потом он сам это... Режет. 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 Режет еще способности вот ножниц. О, да-да-да, конечно. Ну, вот он так режет, ну, как хорошо так режет. Эти ножницы, ага, сейчас режут и бумагу, и шелк, и бересту, кожу, все. Так. Полноценные вот ножницы хозяйственные. Ну, вот, а когда ты... Антон, когда ты дойдешь до такого уровня, далеко еще. Ага. А самое основное, вот то, что вы во время своего кузнечного дела, да, что больше делаете? Куем, а так... Да, просто куем, думаю. Ага. А вот эти вот все то, что вы приготовили, изготовили, вы куда-то продаете, реализуете себе? На выставке и продаем селению. Они этим пользуются, и процент получают за это школьники, которые ковали. Вы уже практически зарабатываете со школьницами. Какая, ну, хорошая подготовка у вас идет специалистов, а вот... В основном они изготавливают, вот, хозяйственные бытовые инструменты, которые очень нужны в сельской местности. Ага. Без льда мы зимой-то чашку чая не выпьем. Вот, поэтому... И они сразу с осени начинают вот... Ковку. Ага, ковку. Художественные бытовые инструменты начинают. Потом декоративные изделия делают. А в декоративе? Все, что нужно, вот, хозяйству, они стараются делать, и... Ну, стараемся мы им дать вот такой акцент. А маларга повезло, они обеспечены, да? А, да. В этом плане есть, да. И в школе у нас работала программа «Связь социумом через школьную кузницу». Вот это очень хорошая программа. Все, кто нуждается, население, предприятие, все ходят в кузницу. И связь очень тесная, очень хорошая. Ага. А вот, Оксана Дмитриевна, у меня к вам вопрос. На перспективу, какие у вас планы в образовательных учреждениях по... Не скажу, что развитию, развитие вовсю идет. Просто перспективы на будущее, именно по направлению кузнечное дело. Ну, мы, конечно, любим помечтать, да? С Романовым Александровичем у нас, конечно, планы есть. Но на сегодня у нас, как бы, целью является создание центра кузнечного мастерства, да? При школе вашей. При школе, да. Ну, он будет улусный практически, мы так решили, да, чтобы там все мастера нашего улуса могли собираться, ну, проводить там мастер-классы, какие-то мероприятия. И в том же, в том числе наши дети могли, чтобы там участвовать, да, в мастер-классах. И мы видим этот центр, как бы, как и обучающий, чтобы могли приезжать из других улусов. Можно было, не стыдно было бы приглашать с других улусов кузнецов. Но это пока на уровне мечты, но мы готовимся к тому, чтобы разработать проект, да, для того, чтобы его представить сперва на уровне улуса, ну, затем, возможно, на уровне республики, да. Мне кажется, вас поддержат потом. Конечно, это все упирается в финансирование. А так, наши кузницы, ну, вот программа, которую разработал Игнат Александрович, да, она очень интересная. Вот Игнат Александрович мог бы поглубже рассказать, да, там именно основывается тоже все, практически начинается с желания ученика самого. У нас также есть преподаватель Михаил Викторович Михайлов, да, который тоже более 40 лет уже работает в нашей школе. У него тоже своя индивидуальная, вот, разработанная методика, ну, по деревообработке, да. И вот они с Игнатем Александровичем вместе вот работали, одно другому, как говорится, не мешает, есть нож, там есть рукоятка, да. И они практически основываются вот на вот этой вот, на какой-то духовной, да, духовная основа есть, как Котсюр называется, да, где вот три этих вот силы вкладываешь, да, но основное это желание учеников. Ну, мечта построить вот центр кузнечного дела на базе нашей школы, это очень хорошо, но я думаю, мы к этому уже готовы, наши дети тоже готовы. Например, вот Антон Чиликов, недавно, на прошлом месяце, у нас было в селе Самурсун открытие кузнечного цеха, наслеженного, мы поехали туда, и Антон там провел первые мастер-классы. А, для сверстников, да, для своих сверстников. Очень хорошо показал, учитывая всю технику безопасности, так, определяя температуру по цвету колени, очень хорошо он там своим сверстникам показал. Ну, при работе используем технологические карты, вот рабочая карта, вот она в мастерской кузне сходила, поэтому так грязно. Ну, ничего, мы понимаем. Дети пользуются, вот, технологическими картами, сами делают, вот тут простые, вот их, не, шлифованные, все, технологические карты, вот. Вот прям поэтапно точение. Поэтапно, да, и там описывают все, приемы обработки металлов, какие проводятся, вот, все. Сами тоже делают. Это уже учитывая пособие, да, наглядная, чистовая, ковка точения. И, конечно же, идет их развитие этологического мышления. У них каждая операция, вот, мышление затрагивает вот каждый прием обработки металла. Поэтому у меня вот тут тоже есть своя схема. Например, гибко металла, вот проблемы стоят, да, а это приемы, это операция мышления. Чтобы вот сделать вот гибко металла, у него работают все операции мышления. И сравнение, и суждение, все это вместе. И если в центре у нас проблемы, вот, например, гибкий металл, да, вот, это как колесо, так крутится. Все мыслительные операции, все работают. Поэтому идет развитие логического мышления у ребенка. Обучение, а через труд уже происходит у ребенка. Тем более через ремесло, которое у народов сахара. У нас, ну, камни, да, в крови это уже есть. Просто, а когда вот такие обучения идут, и у ребят уже, вот это уже на агентном уровне просыпается. И, ну, ребята при жизни, мы наблюдаем, вот, ребят, которые обучаются, да, они уже в обычной жизни уже... Прости, Роман Александрович, мы после рекламы продолжим вот эту вот самую интересную тему. Пока перейдем на 4 минуты рекламы. Роман Александрович, мы закончили рекламу на том, что дети... А про ребят рассказывал, да. А при жизни, а наблюдаешь за ребятами, именно вот эта школа, которая обучается кузнецам, они уже, видно уже, как они закаленные, да, приспособлены в жизни, там понимают, что надо помогать нуждающим кому-то, вот, слава, уже ощущается, вот, взрослым мы наблюдаем и сравниваем с другими детьми, да. Поэтому кузнецам очень помогает, и, ну, я думаю, развитие вот этой школы мы уже в приоритетах ставим, и дальше будем уже новые планы ставить. И летом этого года уже на базе школы уже лагера планируем, там экспедиции будут, и по разным программам будем участвовать именно на развитие данной школы и масштабирование по району, по республике хотим. И очень отрадно, что Министерство культуры, да, вот недавно, 9, да, по-моему, апреля, приказ подписали, да, чтобы именно большие школы отиражировались, и это, ну, в целях, ну, опыт вот отчапшаганской школы уже отранселировали в другие школы, потому что это очень надо для сохранения от традиций, навыков нашего народа и для передачи будущего поколения уже 22 века. Мы ополучили от 20 века, да, вот наши родители, дедов, да, и мы обязаны сохранить и приумножить вот такие традиции передать уже подрастающие поколения. И как раз-таки вот такие школы, они нам очень помогут вот эту, наши традиции сохранить и передать. В том, ну, в плане, да, не изменяя его, ну, как есть традиционно. И вот про детский лагерь я хотела бы уточнить. Ну, нынче мы уже подали заявку в управление образованием на организацию такого лагеря, да, по кузничному делу. Конечно, он будет в основном ознакомительный характер нести. Дети не будут подпускаться там к пылающему огню, да, но там как ознакомление могут посмотреть мастер-класс, могут сами потрогать буквально, да, посмотреть на изделия. Кроме этого, в лагере планируется посещение вот музеев, да, встреча с мастерами, с интересными людьми. И также мы хотим вот пригласить заинтересованных детей в рамках лагеря в гости, чтобы они тоже присутствовали на наших мероприятиях лагеря. И также самое интересное, мы предлагаем посетить мероприятие по выплавке, по выплавке из местной руды металла, да, который вот как раз Роман Александрович, о котором сейчас подробнее расскажет Роман Александрович. В прошлом году в рамках празднования 150-летия Афанасии Петровича Рязанской, первой главы нашего Абгинского района, мы создали объединение кузнецов. У нас раньше кузнецы сами по себе как без общественного объединения работали, они есть у нас. И в каждом наследии у нас есть большие мастера, да, стипендиаты, агранты главы, как Алексей Скряевин, да, Сатагайя. И вот вместе наши вот старшие кузнецы предложили мне вот именно возглавить объединение, и мы решили воссоздать именно выплавку традиционным методом, методом наших дедов из нашей руды местной, камня, которая содержит железо, выплавку железа. И в рамках ИСЭХа мы получили, выплавив 35 килограмм руды, мы получили чуть больше 5 килограммов железа, кричного железа, и именно вот из этого железа вот Игнатий Александрович у нас выковал вот эти ножницы, и в этом мероприятии у нас тоже ребята участвовали, все общественные Ачапчалганского наследия, администрация, администрация школы, управление культурой, клуб, и администрация районного общественного объединения кузнецов. Наши именитые мастера все были, и мы это показали, как раньше это делали. Это вот как раз, да, вот сейчас транслируют. Да, вот это мы на базе Ачапчалганской школы сделали, чтобы там рядом с Ачапчалганской все это было, и наглядно показывали, и мы уже, но это было только начало, мы уже будем, конечно, транслировать каждый наслед, и мы считаем, что о каждом наследии тоже выплавка была, и у нас руда собирается с двух мест, вдоль реки, от долины реки Амга, и вдоль речки Осола. Издревле там выплавляли наши прадеды, да, а наши предки там есть места, где вот стояли печи, именно выплавки. И мы находим наши краеведы тоже находили кричные остатки, да, остатки там шлаков и печей, и очень много изделий из кричного железа местного нашего, да, и, как говорит Игнатий Александрович, средний кузнец для средней семьи, в древности, да, у нас в Ликутии изготавливали 44 предмета, это в среднем, для средней семьи. А у нас сейчас стоит стереотип, а как будто якутские кузнецы только умеют якутские ножи делать, хомуз, печню и батыя, а на самом деле их очень много и очень интересно. И это мы должны все достичь и обучить наших детей. И вот такие школы нам очень помогут. Чемчуганская школа, Амгинского вуста, вообще яркие применения. Ребята знают уже там, на что надо, и я думаю, Антон добавит про выплавку, так участвовал. Руду выплавляли долго, с утра до вечера, можно сказать, в печи. Вот это железо уже выплавленное. А вот можно посмотреть, пожалуйста. Опа, сразу с магнитом. Это магнит. Это вот, чтобы доказать, что железо. Это вот железо, оно выплавленное уже. И вот, а потом с этим железом вы уже... Работаем, куём в изделие. Из этого железа наковывается изделие. Из этого куска можно сделать, например, напёрсток. Как раз пойдёт это. Вот с такого большого куска он, в смысле, как будет? Ну, он сплющится же. Ага. Будет отделяться шлак. Ага. Можно иглу, напёрсток. Маленький ножик. Ага. Маленький ножик, вот, для мастериц. Маленькие ножики бывают. Гвоздь можно. Вот такой. А вот, Антон, буквально каждое изделие, я так поняла, что несёт ещё и смысл. Ну, смысл. Вот этот... Ой, я прошу прощения. Вот это... Крючок. Я бы не считал, что древние эти крючки защищали порог двери от злых духов. Когда закрывали дверь. Сахалар, да? Да. Вот это вот, кузнецами. И именно сделаны в кузнице они. Угу. Из печи кузнеца. Кратан, такси, вот, тимир. И вот они несли вот такой вот большой глубокий смысл, защищали дом от злых духов. Ну, одушевляли вот такие предметы, наши кузнецы. И там, как оберегивают злых духов, они не пропускают вот такие, да? Угу. Вот, кришны, гвозди, они тоже, как оберег, тоже. Ну, свою функцию они имели, да, прививать что-то. И одновременно они уже имеют то же самое, вот, как оберег. Как вот это изделие, ну, типа вешалки, можно сказать. Вот это, как вешалки, получается, а, это получается вот так вот, да? Это ключница. Это ключница. А, в стене прибывается, и вот, на эти ввозди, еще есть ключи. И у тебя дома оберег. А, домашельного дома, вот. И это будет оберег. Оберег. Вот. Возле двери биваешь. Ну, это вот, это, это все еще. Декрасивные изделия, вот, с орнаментом, вот. В общем, кто хочет защитить свой дом, обращайтесь в нашу кузницу. Да, там много интересных изделий, которые защитят вашу жизнь. Ну, это все, опять же, по традиции народа. Вот, подкова тоже сувенирная. Тоже, когда новый дом заселяешься, вот, тоже хороший сувенир. Наши дети делают. Позапрошлым году наш ученик Петров Константин, вот, именно вот, сувенирные подковы делая, он достиг на технических олимпиадах межрегионального уровня. Он сейчас студент, учится хорошо, звонит, советуется, и он доказал, есть средневековые научные трактаты, и мы там нашли текст, если когда вот куешь железо строго с юга на север, железо намагничивается. И мы попробовали это. А если с севера на юг у нас? Нет, не получается. Мы по-всякому там старались, и вот с моим учеником, с Костей мы это доказали. И там надо обязательно нагреть на древесном угле. Не на газе, не на каменном угле, а именно на древесном угле. И потом еще с юга на север. И с юга на север, когда бы коваешь, и пробку ложил он в сосуде с водой, на пробку положил, и как компас показывает именно на север. И прихватывал мелкие булавки, там мелкие гвозди прихватывал. И этой темой он тоже очень хорошо выступал. Если вот вникаться в это кузнечное дело, очень много интересного. Дети очень интересуются, очень захватываются, занимаются очень хорошо. Вот сколько я помню, вот Игнат Александрович приобщал детей к такому делу. И сейчас вот спустя столько лет, сейчас просто у вас уже и обучаются, и сертификаты свидетельства вы получаете. У вас есть целое объединение по всему району кузнецов. Есть куда идти. И единственная, главная сейчас оказывается, сверхзадача, это построить новую базу. Базу, да. Ну, надеюсь, будет в базе быть, в центре быть. Дети, главное, что они вовлечены. Главное, что пока есть желание, вовлеченность, интерес. А интерес у ЛУСа, администрации есть. Управление культуры нас поддерживает, администрация поддерживает, наследственная администрация поддерживает. И главное, вот, все мастера у ЛУСа нас поддерживают. И нужно отметить, да, и мальчики, которые у нас вот прошли курсы обучения кузнечному делу, когда служат в армии, у них тоже отдельный приоритет. Оказывается, там в армии тоже личное дело смотрят, и там написано. Мальчики имеют свидетельство кузнеца вручную копию второго разряды. И, оказывается, они очень там заинтересуются, спрашивают наших мальчиков, правда, что вы там кузнечному делу обучаетесь, делаете ли ножи, якутские ножи именно. И они там служат очень легко. Сейчас у меня тоже мальчик в армии служит, время от бремени звонит, заказывает даже нож. Ему, оказывается, заказывают СВО, очень много наших выпускников служит. У них тоже мы отправляли ножи, якутские ножи. И они тоже говорят, легко слушаться. Аберетку. И они прошли вот обучение в кузнице, поэтому они там ничего, им не помеха. Они выходят из любой ситуации. Звонят тоже. На днях позвонил. Ну, надо сказать, что вообще закаляет характер у детей. Да, кузнечное дело. Наши выпускники очень даже такие с твёрдым характером, очень патриотичные, настроенные. Есть участники СВО, которые, к сожалению, уже погибли. И мы нынче открыли стенд в честь них. Это Солякин Тимофеев. Ребята, которые отдали жизнь за Родину. Они тоже обучались вот у Игната Александровича. Есть спортсмены, которые сейчас вот... Автоби, да? Да. Как бы имени лидера. Борис Движков. Да, Движков сейчас, да. Участник Игоря Дагына. Да, он тоже обучался кузнечному делу. Но это доказывает только то, что это закаляет твёрдость характера. Получается. Кроме того, что дети получают умения дополнительные, которые нужны для жизни, вообще по жизни. В нашу кузницу приезжали очень много иностранных студентов. В Ангельском улосе, как вы знаете, там работает лагерь для иностранных студентов. Это по немецкому языку хаю. У меня есть. У меня есть. У меня есть. Ага. Оттуда. В нашу кузницу три раза приезжали там. У нас есть сертификаты международные. У участников есть. Например, вот у Борис Движкова есть. У... Пестерва Тимура есть. Тимур Васильевич сейчас у нас в школе работает советником. Индиректора. Потом переезжали из Южной Кореи школьники. Очень интересные люди. Как мы из города Кузнечного вытащили вот раскаленный металл. Они ой-ой-ой, ай-яй-яй. Очень интересно было. И мы при них тоже, мастер-клажи, выковали вот ледоком. А они спрашивают через переводчика. Зачем нам? И мы специально там приготовили лед. А дело было летом. А дело было летом. Молодцы веки. Ага. Раздробили лед. А не спрашивали, зачем? Мы им объясняем. Вот без этого мы вот чашку копья, чашку чая не можем упить. У якутов это... Ну, оказывается, их надо приглашать осенью. Когда подлёдная рыбалка, когда лёд достаёшь на зиму, да? Вот в это время надо их приглашать. И тогда они поймут. А они приехали летом. Жара, зелень. А тут лёд. Они что-то не поняли. И осенью демонстрация будет ярче. Да тем более у вас таким объединением кузнецовщим подойдёте. Интересные гости были, ага. У нас буквально совсем осталось для нашего разговора одна минута. И вот буквально несколько слов, вот, Антон. Для тебя кузнечное дело является ли таким основа... Основным? Ага, ну вот потом ты куда планируешь пойти? Ну, изделие это типа хобби у меня. Это хобби? А так по профессии хочется стать поваром. Вот как у вас всё в Тепчелганской школе. Вот такие у нас кузнецы. Ну, для повара, чтобы тоже вот быть. Да, повара тоже нужна. Повар, который умеет делать якутские ножи. Ну, вот мы сегодня тоже насчёт этого шутили, что одно другому не мешает. Он может выковать себе нож. Спасибо большое, что пришли. До новых встреч. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok